Сегодня мы проводим вебинар, посвященный стратегии компании. Подход у нас суглопрактический, никакого академизма, никаких теорий. Как всегда у нас инженерный подход. Этот вебинар, это очередная ступень к реализации нашей миссии, преодоление дефицита управления, который мы считаем ключевой национальной проблемой. Прежде всего, кратко поговорим о том, что такое стратегия и стратегическое управление. Просто определимся с терминами и понятиями, которые дальше будем обсуждать. Вот смотрите, чем бы вы, какой бы компанией не управляли, большой или маленькой не имеет значения, существует три уровня управления. Не потому что я так придумал или кто-то так хочет, а объективно. Дело в том, что есть разные горизонты целей. Есть цели, которые ставятся на несколько лет, ну просто потому, что их достижение требует времени и определенных значимых усилий. Другие задачи и цели требуют, имеют горизонт в пределах года. И есть повседневные задачи, которые нужно решать каждый день. Ну здесь горизонт в зависимости от типа бизнеса, может быть от одного дня до одного месяца. И это разного типа задачи. Например, если речь идет о каких-то существенных значимых изменениях в бизнесе, в организации работы компании, то они объективно требуют достаточно серьезного времени, организационных усилий и инвестиций. Это и есть стратегические цели и стратегические задачи. И работа на таком горизонте, она относится к области стратегического управления. А есть задачи, связанные с обслуживанием текущих сделок с конкретными клиентами, с решением производственных задач, выпуска продукции в рамках конкретного производственного задания. Проблемы, связанные с производством здесь и сейчас. И это операционная, оперативная деятельность. Но между этими уровнями есть тактический уровень, который координирует в целом деятельность подразделений, ресурсы компаний. И обычно это осуществляется в режиме годового планирования и последующей координации. И вот эти три уровня управления, они существуют в любой момент времени. То есть в любой момент времени осуществляются задачи по осуществлять стратегические проекты, направленные на проведение каких-то изменений. Происходит анализ выполнения годовых планов, достижения годовых целей. Разбор ситуаций и принятие каких-то решений, направленных на изменения, координации ресурсов, планов и так далее. И естественно в любой момент времени осуществляется работа с клиентами, решаются производственные задачи и так далее. То есть все это происходит одномоментно, да, в каждый момент времени, но в разных горизонтах. Естественно в одной голове это удержать все трудно, одному человеку или одним и тем же людям заниматься этими тремя задачами тяжело. Поэтому существует некая иерархия, да. Когда высшее руководство концентрируется на стратегических задачах или должно этим заниматься было бы по своему положению, да. Есть оперативный уровень управления повседневный, да. И есть средний уровень менеджмента, который обеспечивает согласование всех этих вещей. Ну, проблема небольших фирм в том, что им в явном виде такую иерархию построить достаточно сложно. Поэтому они вынуждены совмещать эти виды деятельности. Ну и в этом одна из особенностей малого бизнеса, потому что, да, действительно руководителю компании приходится вмешиваться и в оперативную деятельность, и заниматься одновременно вопросами, думать о вопросах стратегии, как-то продвигать развитие компании. Вот был вопрос о том, как стыкуются эти виды деятельности. Очень важно, чтобы они действительно были согласованы, потому что в противном случае, ну, просто нарушается логика управления компанией, ее функционирование. Стратегические цели переходят на тактический уровень, момент постановки целей для годового планирования. То есть в рамках годового цикла планирования ставятся цели с учетом стратегии компании, с учетом ее стратегических целей. И задается вопрос, а что мы должны сделать в этом году для того, чтобы сделать очередной шаг в реализации нашей долгосрочных целей, задач в осуществлении нашей стратегии. И таким образом происходит увязка со стратегией. Тактический уровень, в свою очередь, разрабатывая планы на год по различным направлениям, разрабатывая финансовые планы, определяет лимиты по ключевым ресурсам для уже оперативного управления. То есть оперативное управление осуществляется обычно в рамках выделенных финансовых лимитов, в рамках выделенных человеческих ресурсов и различных материальных ресурсов. То есть тактический уровень тем самым направляет и регулирует оперативную деятельность. Вот так это в целом должно происходить, если процесс управления в компании выстроен правильным образом. Ну, это общий взгляд на систему управления и место стратегического управления. Дальше мы будем говорить именно о стратегическом управлении. Так вот, что входит в стратегическое управление? Какие компоненты здесь являются важными и на которые нужно концентрироваться? Первое, что важно здесь отметить, это ценности, корпоративные ценности. То есть совокупность убеждений, принципов, которыми сотрудники, руководители и компании руководствуются при принятии решений и своих поступков. Это вот, собственно, высший уровень, наверное, той системы понятий, которые относятся к управлению. Ну, потому что все, что мы дальше будем обсуждать, миссия, стратегия, они формируются под влиянием ценностей. Хотя это никогда в явном виде не обозначается, но, тем не менее, выбор осуществляется в зависимости от тех или иных ценностей компании. Ну, могу привести пример даже из недавней практики с одним из наших клиентов. Компания имеет ряд партнеров, которые работают по франшизе под ее торговой маркой, под ее вывеской в разных городах. И вот один из таких партнеров обанкротился. Ну, то есть они набрали заказов у клиентов, а выполнить не смогли, и все, клиенты потеряли деньги. Общая сумма таких вот невыполненных заказов где-то около 20 миллионов рублей. В принципе, компания, которая дала франшизу, она не отвечает по их обязательствам. Это другое юридическое лицо, и, собственно, они к нему отношения никого не имеют, кроме вот таких вот партнерских отношений. Но компания решила возместить клиентам их потери и выплатила эти 20 миллионов. Ну, вот пример, а могла не платить. Вопрос ценностей, да? В принципе, ее юридически она не обязана была это делать. Вот пример того, как ценности влияют на серьезные решения. Ну, и, в принципе, любой поступок, любое действие на верхнем, на нижнем уровне, оно руководствуется, его драйвером являются некие внутренние ценности людей. Поэтому это то, что определяет стратегия. Следующий уровень – это миссия. Миссия компании, которая определяет ее предназначение, цель высшего уровня, идеал, к которому она будет стремиться. То есть и то, и другое – это, как бы, категория стратегического уровня. Следующий уровень, формирующий стратегическое управление – это стратегическое намерение. То есть уже конкретное описание стратегии на горизонте трех, пяти, семи лет, некоторые на десять лет формируют стратегию. Ну, и, собственно, вот здесь уже определяется, какие именно цели преследует компания, долгосрочные цели, и что она намерена сделать для достижения этих целей. Ну, вот Александр Фомин говорит, банально все. Возможно, это банально, действительно, это понятие. Я просто хочу, чтобы мы зафиксировали эти понятия и могли двигаться дальше. Потому что, когда термины не определены, то дальше, значит, разговор не получится. Я определяю те термины, даю определение терминам, которыми дальше мы будем оперировать. Потому что без этого дальше двигаться нельзя. Дело в том, что в стратегическом управлении нет единого четко сложившейся терминологии. В разных, разные авторы, в разных публикациях, ну, различным образом оперируют термины. Вот я даю те термины, на которые дальше будут опираться. Что такое ценности, что такое эмиссия, за цель высшего уровня. Далеко не все с этим определением согласны, предложу я вам. В том числе в авторитетных книгах. Но авторитетные книги, они еще другого противоречат этому. Вот. Дальше стратегические намерения. Вот там про стратегическое видение спросили. В нашей концепции, в нашем подходе, стратегическое видение это часть стратегических намерений. Дальше я вам расскажу, как это выглядит. Ну, то есть стратегическое видение это описание будущего состояния компании на горизонте, предположим, 5 лет. Наша компания будет такой-то, такой-то и такой-то. И вот конкретное описание состояния компании через 5 лет, это и есть стратегическое видение. И это одна из составляющих стратегического намерения. Главное сказать, что в некоторых наших более ранних вебинарах, которые мы записали несколько лет назад, там вот эту часть мы называем тоже стратегическим видением, но я потом решил, что это слово все-таки занято, термин. И я решил его не использовать в таком контексте. Стратегическое намерение это пока еще не занятый термин, и нам всем будет удобнее, если мы будем пользоваться этим планетом. Я понимаю под стратегическим намерением конкретное четкое описание стратегических целей и стратегии компании на определенном горизонте. То есть, закрепленное документально. Из чего оно состоит, вот как раз мы дальше будем говорить. И, наконец, стратегический план, который содержит четко скоординированную систему действий по реализации этого стратегического намерения. То есть, намерение должно превратиться в план, в котором есть конкретные измеримые показатели, конкретные проекты, мероприятия, закрепленные за ответственными, со сроками. Все эти мероприятия взаимоувязаны и ведут, представляют единый комплекс и ведут к единым целям. Вот что такое. И мы всегда рекомендуем и реализуем вот эту часть стратегического управления в виде методологии сбалансированной системы показателей. Вот. Ну и дальше мы об этом тоже немного поговорим. Сегодня мы сконцентрируемся именно на аспекте стратегических намерений. Остальные компоненты я вам в конце кратко расскажу, как к ним подходить. Но главная цель это вот, потому что суть стратегии здесь формируется. Если этого нет, то все остальное, как бы, вода и бессмыслица. Итак, двигаемся дальше. Вот это то, что должно быть, если компания хочет стратегически управлять своим бизнесом, да? Если руководство хочет управлять, стратегически управлять бизнесом. Ценности, миссия, стратегические намерения и стратегический план. Ну, еще оговорюсь, что практически, когда мы разрабатываем, работаем вместе с компанией над разработкой стратегии, то мы начинаем работу не с первого, не со второго, а с третьего пункта. То есть разработки стратегических намерений. Почему? Дело в том, что ценности в любом случае в том или ином виде присутствуют, то есть чем руководствуются руководители компании при принятии решений. Ну, они не формализованы, они не сформулированы, но они есть. И можно отложить их определение, их формулировку на некоторое, и это удобно. То же самое с миссией. Раз бизнес существует и развивается, у него есть определенная направленность и определенное понимание предназначений. Оно не формализовано, не структурировано, но оно есть. И можно на него опираться достаточно. А сформулировать его более четко и красиво позже. А вот удобнее сразу разрабатывать именно формулировку стратегии, чтобы потом дальше превращать ее в стратегический план и комплекс конкретных действий. Вот Игорь спрашивает роль стратегической карты в нашей системе. Стратегическая карта отражает вот этот комплекс стратегических целей, которые появляются в ходе стратегии. Она относится вот к последней части, к стратегическому плану. Я об этом вам расскажу. То есть она наглядно изображает цели и дальше. То есть это часть сбалансированной системы показателей. А сбалансированная система показателей – это система контролинга стратегии, инструмент управления стратегией. То есть это вот последняя ступень всего этого, всей этой системы. Так, двигаемся дальше. Следующий вопрос, который тоже надо сфиксировать – это стратегические цели и стратегии. Чем они отличаются и что первично, а что вторично. Часто спрашиваю, что должно быть сначала – стратегические цели или стратегии? Это вопрос, сколько в яйце и курице. Это разные два понятия, но они тесно связаны и разрабатываются совместно. Именно из-за этого их часто и путают. Цели – это описание желаемого состояния компании, в которую мы хотим прийти. Желаемое состояние. Когда мы говорим, мы хотим войти в топ-100, мы хотим стать лидерами отрасли, мы хотим там сделать то-то и еще что-то. Это описание нашего желаемого состояния, это стратегические цели. Хотим капитализацию какую-то. А когда мы говорим о том, как мы этого достигнем, за счет чего, за счет каких действий, в чем замысел, как мы будем действовать – это стратегия. Вот эти две вещи надо различать. И проблема многих стратегий состоит в том, что они часто содержат декларацию о стратегических целях и не содержат способа. Вот это распространенная ситуация. Ну, есть как бы набор стратегических целей, декларированных как хотение, да, там, акционеров, руководителей и так далее. А потом сразу за ними следует набор каких-то мероприятий, которые якобы все это обеспечивают. А вот, собственно, стратегический замысел, он нигде не определен, не сформулирован в этом проблеме. Ну и, собственно, вот, идентифицировать хорошую стратегию, на самом деле, очень просто. Задайте один только конкретный вопрос. Как будет создано защищенное конкурентное преимущество компании? Вот стратегия должна на него отвечать совершенно четко и конкретно. Если человек может, руководитель может одной, двумя, ну, максимум тремя фразами ответить на этот вопрос, значит, у него есть определенная стратегия. Если нет, начинаются разговоры о том, что мы будем предлагать качественные продукты по доступным ценам, все, покое. Вот я очень просто всегда, мне говорят, у вас есть стратегия. Хорошо, сформулируйте. В чем суть? Как вы создадите защищенное конкурентное преимущество? Потому что смысл стратегии только в этом, больше ни в чем. Есть конкуренты, которые борются за ограниченные ресурсы, за клиентов на рынке, за головы сотрудников, лучших сотрудников на рынке труда, за инвестиции для развития бизнеса. И задача создать такую ситуацию, при которой вы будете привлекательнее конкурентов на всех этих рынках. Вот только и всего. Если у руководителя компании есть ясное понимание, как он этого добьется, что для этого нужно сделать, то можно говорить о том, что стратегия есть. Еще пару слов о том, кто разрабатывает стратегию. Бывают такие ситуации, особенно это в крупных компаниях, когда высшее руководство, ну, собственники вообще не говорю, они не интересуются, считают, что разработка стратегии, это можно поручить какому-то отделу, департаменту. У нас есть дела поважнее. Ну вот, как бы, мы в такие истории вообще не испытываемся. То есть, разработать стратегию с руководителем отдела, это бессмыслие цикловное. Ну, создать отдел стратегического управления, департамент стратегического управления, считать, что он будет вам разрабатывать стратегию, это глупость. То есть, разработка стратегии, это дело генерала. Наполеон не внушался разработкой стратегии. Кутузов не внушался этим. Суворов лично занимался разработкой стратегии. И никому это нельзя поручить. То есть это как раз то, что никому поручить нельзя. Вот подписывание счетов и разбор полетов на оперативном уровне, вот это как раз нужно и можно поручать руководителям среднего, нижнего, и так далее. А стратегия это делает генерал. А я вижу, например, какую ситуацию. Проводим стратегическую сессию. Собственник компании, генеральный директор сидит и с озабоченным видом подписывает толстенную пачку счетов. Ну и что видят все топ-монезеры, что стратегия дело не самое важное. А вот подписывание счетов это и есть настоящая работа для первого лица. Вот так это зачастую выглядит. Поэтому я подчеркиваю, может для большинства это и понятно, но не для всех, как показывает моя практика. Ну и собственно сама разработка стратегии должна рассматриваться как проект, который имеет начало, завершение, ясные цели и понятный результат. Только в таком виде и следует этим заниматься. Ну и естественно, что командой проекта должен быть весь топ-менеджмент компании. Примерный состав его здесь показан. Но при этом полезно и важно вовлекать сотрудников. Ну возможно более широкий круг сотрудников. Если небольшая компания, то может быть и весь коллектив вовлекать в эти вопросы. А большой компанией структурировать эту деятельность на проектные группы еще как-то. Потому что дальше мы будем говорить о выработке, доведении проблем, выработке решений. И очень важно, чтобы сотрудники в это вовлекались. Потому что стратегия приведет к выработке определенных решений, которые надо будет реализовывать. В том числе с участием тех же сотрудников. И хорошо, если бы они понимали, откуда это взялось и почему это взялось. А понимать они будут только в том случае, если они участвовали в выработке этих решений. В обсуждении проблем. Поэтому организуйте разработку стратегии как проект, который ведет высшее руководство компании. Ну и как я говорил, давайте сосредоточим сейчас на той части стратегического процесса, который касается выработки стратегических намерений. Ну, если я там кого-то забыл в этой команде из топов, добавьте. Я же как пример это привел, чтобы показать, что топ-менеджеры должны быть. В каждой компании свой набор руководителей. Что входит в понятие стратегические намерения? Шесть основных элементов. Первое, определение стратегических проблем. Второе, стратегические ориентиры, куда мы движемся. Целевое позиционирование, как стержень стратегии. Ключевые организационные принципы. Финансовая модель. И четкое определение главных направлений. Вот если я смотрю на документ под названием стратегия, то я должен увидеть там вот эти вот вещи. Если их там нет, то и стратегии нет. Ну, я объясню дальше почему. Ну, то есть, стратегию очень легко проверить на адекватность и вообще наличие там чего-то стратегического по этим элементам. Ну, давайте по порядку мы по всем этим пойдем. Что значит сформулировать стратегические проблемы? Для чего вообще это нужно? В большинстве случаев, открывая документ стратегии, вы там, ну, я, как правило, не вижу там никаких, никакого описания проблематики. Сразу идут какие-то цели и так далее, решения, да? Ну, разве можно решать задачу, не сформулировав условия? Нас ведь еще в школе учили, там, в третьем классе или в каком-то из младших, что прежде чем решать задачу, запишите условия. Вот. И это замечательное правило, почему-то большинство менеджеров, ему не следует, не фиксируют условия, задачи, которые они решают. Начинают что-то сразу решать. И потом трудно понять, то ли они решали вообще, то ли проблему решали, которая на самом деле существует. Поэтому нужно, прежде всего, определить, какие проблемы мы решаем. Ну и что считать стратегическими проблемами? У любой компании существует множество проблем самого разного масштаба. Стратегические проблемы – это те, которые существенным образом влияют на успех бизнеса и создают угрозу для его существования и развития. Поэтому анализ проблем, ну, есть два аспекта, да, есть внешние ограничения, есть внутренние ограничения. Ну, можно начинать с анализа внешних, с анализа внутренних, но в любом случае нужно их изучить. Почему это важно? Во-первых, сформулировав проблемы, вы тем самым уже имеете нити, готовите видение к поиску решений, да. То есть формулировка проблемы содержит в себе уже подсказку для решения. Это первое. Второе, у вас появляются критерии оценки, критерии успеха. Когда вы завершите разработку стратегии, вы должны будете вернуться к описанию проблематики и задать вопрос, а вот эта стратегия, которую мы разработали, она позволит решить эти проблемы? То есть это способ верификации качества вашей стратегии. И ответ должен быть положительным. То есть да, действительно, мы разработали такую стратегию, которая позволит решить эти проблемы. И, наконец, детальное, подробное обсуждение проблем, не только в составе топ-менеджмента, но и в составе, может, более широкого круга сотрудников, позволяет подготовить компанию к изменениям. Ведь часто по одной и той же теме существует большое разнообразие мнений, есть тут проблемы или нет. Вот совсем недавно я вернулся из одной командировки, проводил стратегическую сессию в компании. Там разгорелся спор, например, действительно ли у нас существует проблема в постановке целей в рамках годового планирования. Или там все нормально. Два часа топ-менеджеры, занимающиеся, постоянно взаимодействующие, работающие в одной компании, одни горячо настаивали на том, что у нас здесь все плохо, а другие говорят, что у нас здесь все отлично. Как будто они в разных компаниях работают. И два часа люди не могли договориться о том, есть тут проблема или нет. А как можно решать проблему, если мы, в принципе, не договорились о том, что она есть. Поэтому очень важно коллективное обсуждение проблем и выработка единого мнения, есть проблема или нет, и в чем она конкретно состоит. Только после этого можно вырабатывать какие-то стратегические решения относительно того, чтобы этой проблемы стало меньше. Можно лакомично о веских причинах необходимости разработки стратегии генералами? Со стратегическими целями и задачами все ясно и так. Лакомично? Ну, хорошо. Во-первых, смотрите, часто я слышу такое суждение, у нас такая ситуация неопределенная в стране, да, и в мире, и какая может быть стратегия в условиях такой неопределенности. Нужно стратегию отложить до лучших времен. Ну, дело-то в чем, что, во-первых, когда все стабильно, особенно, так сказать, как раз в условиях неопределенности и важно планирование, в том числе стратегическое планирование. Потому что когда все стабильно и устойчиво, там что там планировать, там все и так предсказано. И кто так говорит, обычно подменяют стратегию и планирование, стратегическое планирование, вообще планирование, прогнозирование, предсказание будущего, да. То есть о будущем никто никогда не может предсказывать, о чем тут стоит. Конечно, это никому не дано. Если хотите не смешать Бога, да, расскажите о своих планах. Суть стратегии состоит в том, чтобы выработать сегодняшние решения, которые вам позволяют успешно действовать в условиях неопределенности. Сегодняшние решения, не будущее решение, а сегодняшние решения, направленные на будущее. Вот и все. А существует целый ряд задач, целей, долгосрочных, которые в принципе не ограничиваются одним годом, или одним месяцем, или одним кварталом. То есть они требуют времени и денег определенных. И они по определению, по своей сути, это стратегические решения. Вы признаете наличие необходимой стратегии или нет, но такие решения вам приходится принимать. Какие это решения? Ну, например, вы понимаете, что логистика у вас неэффективная, что вы несете огромные потери в этой системе логистики. Вам надо ее изменить. А что такое изменить систему логистики? Это целый огромный проект, требующий колоссальных организационных изменений, материально-технических и так далее, финансовых инвестиций. И что вы будете... Вот эта вам стратегическая задача, она перед вами стоит в полный рост. Вы можете ничего не делать, но вы будете дальше терять конкурентоспособность. Ну, вот она, пожалуйста. Таких задач у любой компании существует достаточно много. Поэтому признаете вы необходимой стратегии или нет, вам все равно приходится ставить цели на длительный период и инвестировать в решение этих задач. Тратить деньги, имея достаточно серьезную неопределенность. Вот это и есть стратегия. Она связана с высокой неопределенностью. Ну, а выгоды какие-то стратегии? Ну, то, что вы... Стратегия помогает, ну, как-то осмысленно предпринимать долгосрочные действия, да? То есть планировать их, выделять под это деньги и концентрировать ресурсы на главных направлениях, на приоритетных направлениях. Те, кто этим не занимается, они принимают решения сиюминутные, произвольные и фактически распыляют без того ограниченные ресурсы. Вот так вот, если коротко. То есть это способ управления приоритетами и инвестициями в конечном счете. Других способов нет. Ну и, собственно, как целесообразно построить процесс выявления этих внутренних ограничений, внутренних проблем. Ну, для начала проведите мозговую осаду или мозговой штурм для решения одного вопроса. Какие внутренние ограничения препятствуют функционированию и развитию нашей компании? Ну, то есть задайте его членам своей команды и, наверное, еще будет хорошо, если они зададут его своим сотрудникам в подразделениях, да? Ну, мозговая осада – это когда вы до проведения общего обсуждения в письменном виде отвечаете на этот вопрос. Ну, вот. Дайте все, там, не знаю, 10 ответов на этот вопрос каждый. Если больше, еще лучше. Ну, или это проводится непосредственно в режиме мозгового штурма. Все собираются и начинают генерировать разные идеи. Ну, на ваш выбор здесь мозговая осада позволяет лучше сосредоточиться, что ли, и, ну, меньше влияния посторонних, да, на мнение каждого человека. А потом, когда все собираются, начинают эти мнения обсуждать, дополнять их, развивать и так далее. Вот. Ну, мы когда участвуем в таком процессе, то я провожу интервьюирование, и мои коллеги у нас с топ-менеджерами, сотрудниками, и собираем различный набор мнений, которые дальше обсуждаются в общем коллективе. Вот. Ну, принцип мозгового штурма или мозговой осады – это все мнения принимаются. Нет мнений, которые отвергаются. Все мнения, я все говорю спасибо, говорю, и записываю. А вот дальше наступает критическое осмысление. То есть мы каждое из таких мнений тщательно обсуждаем, анализируем, что-то исключаем, какие-то формулировки уточняем и так далее. И добиваемся цели этой работы – добиться единого понимания этих проблем. Как я уже говорил, по некоторым проблемам разгораются такие дискуссии, дебаты, собственно, касающиеся того, осуществует ли эта проблема, да, и как ее правильно сформулировать. Поэтому это может быть небыстрый процесс, требующий какого-то времени и осмысления. Вот. Но в любом случае жалеть на это время не следует. Постановка проблемы – это вот ключевой, важнейший момент разработки стратегии. Не жалейте на это время. Качественная постановка проблемы – это прочный фундамент для того, чтобы дальше вырабатывать стратегические решения. Ну и мы часто еще на основе вот этой вот… Когда вот вы эту работу проделаете, у вас там будет несколько десятков всевозможных проблем. И там понятно становится, что они взаимосвязаны, нет там изолированных проблем, да. Они всеми же собой образуют связи. И удобно построить вот такую схему причинно-следственных связей. А, я дальше покажу. Которая показывает, как они связаны между собой. Там наглядно видно ключевые проблемы и конечные эффекты от всей этой проблематики. Вот. А здесь я хотел еще вот на чем остановиться. На точной формулировке проблем. Часто вот такая работа может оказаться малополезной, если вы не достаточно взыскательно относитесь к тому, как ставится проблематика. Да, на этапе мозгового штурма пусть люди говорят все, что вбредет в голову, грубо говоря. Ну, кто-то говорит, у нас там низкая эффективность. Ладно, давайте запишем низкую эффективность. Но, когда вы начинаете анализировать и критически оценивать вот эти все высказывания, то задайте вопрос, а почему у нас низкая эффективность? Потому что сама по себе низкая эффективность – это не проблема. Проблема является то причиной этой низкой эффективности. Есть вот такой инструмент, называется 5 почему. Задайте 5 почему относительно каждой из этих проблем. Почему у нас низкая эффективность? Ну, тут могут появиться уже более конкретные вещи. Да, там мы мало знаем наших клиентов. И там мы не обладаем уникальным преимуществом конкурентов. Или у нас плохо организованы такие-то и какие-то процессы. Да, у нас недостаточно правильная организационная структура, нечеткая определенная область ответственности. У нас там недостаточно квалификации сотрудников. Они плохо обучены и так далее. Ну, дальше можно задать 5 почему относительно любого из этих моментов. А почему мы мало знаем наших клиентов? И там появится еще более точное и конкретное определение этих проблем. Вот такая работа, она приведет вас к углублению понимания проблематики компании. И вот когда вы это все качественно сделали, дальше можно это все структурировать в виде вот такой вот схемы. Это вот проблемная область одной из компаний. Ну, там становится понятно, конечные эффекты вот наверху, да, они находятся. В данном случае там снижение прибыли. Компания испытывает снижение прибыли. А почему? Ну, прямые непосредственные причины здесь сказано, там, мы теряем клиентов, мы рост выручки, объемов продаж замедлился, да. Новые продукты не дают, там, ожидаемой отдачи. Система логистики у нас очень неповоротливая и затратная. Ну, и так далее. Там нет у нас эффективных инструментов управления прибыльностью, там, в виде управленческого учета и информационных систем. Вот как бы основные, да. А дальше под ними разворачивается еще целое дерево других проблем. И на самом деле истинные причины, которые являются корневыми проблемами, они внизу находятся. Вот такая схема, она позволяет наглядно увидеть вот эту ключевую проблематику. Это очень полезная работа, дающая видение вот этих внутренних ограничений. Ну, и, конечно, нужно обратить внимание, исследовать внешние ограничения. Потому что, вообще-то, стратегия это то, что должно быть направлено на внешнюю среду. Вот. Ну, и, понимая, изучая внешнюю среду, мы должны выявить риски, которые связаны с внешней средой. И это нам даст возможность выработать какие-то меры, направленные на снижение этих рисков. Внешние ограничения, это не обязательно то, что уже стряслось. Стратегические проблемы, они чаще всего еще не проявились, да. Они еще только появятся. Вот. И важно вот в этой работе, при разработке стратегии, это увидеть. Ну, например, есть существенная вероятность прихода сильного конкурента в нашу отрасль, да, который изменит конкурентную ситуацию, от которой можно ожидать таких-то, таких-то действий. И, соответственно, мы должны быть готовы к этому и заниматься этим уже сейчас, чтобы не было поздно потом, да. Ну, вот с одной из компаний, с которой мы работали несколько лет назад, тогда еще мы не сходили в ВТО, они, руководство компании, было озабочено тем, что ожидается вступление в ВТО, и они ожидали вполне конкретную для себя из этого проблему. И они в разработке, одной из главных драйверов, да, в разработке стратегии, мотивом того, что нужно заниматься стратегией, это что нам делать, когда Россия вступит в ВТО, и у нас возникнут такие-то, какие-то проблемы. Вот это понимание внешних ограничений, которые, с которыми неизбежно столкнуется компания, в стратегической перспективе. Ну и как заниматься этими внешними ограничениями? Опять же, экспертная оценка этих ограничений с привлечением ваших топ-менеджеров, сотрудников, маркетологов и так далее. Анализ систематизации всех этих вещей и выработка ранжирования с целью выявить наиболее важные, наиболее значимые, наиболее вероятные ограничения, которые действительно могут изменить конкурентную ситуацию и положение компании. Вот с ними провести углубленные исследования, анализ и так далее. Ну и, собственно, вот осмысление всего этого должно привести к пониманию того, что нам делать с нашей стратегией. Вот при работе с внешними ограничениями важно помнить, ну вообще с любыми ограничениями, да, которыми вы занимаетесь, важно помнить, что есть три типа переменных, с которыми работает менеджмент. Есть область непосредственного управления, это ресурсы компании, да, мы можем управлять нашими запасами непосредственно, да, деньгами, то есть мы можем купить больше, там, каких-то сырья, материалов и так далее для наших целей, других ресурсов, можем меньше, это наше собственное решение, да. Есть переменные, на которые мы можем влиять, но управлять непосредственно не можем, да, это поведение клиентов, поставщиков, наших сотрудников, кстати, тоже, потому что сотрудники это внешние переменные. Вот, но, несмотря на то, что это внешние переменные, они поддаются нашему воздействию, и, соответственно, мы должны это учитывать и рассматривать как соответствующим образом при анализе ограничений. И, наконец, неконтролируемые переменные, на которые мы не можем влиять, но которые влияют на наш бизнес, и, соответственно, учитывать это. Поэтому, ну, вот, например, если мы рассматриваем конкурентов, в какой области они находятся, то есть обычно конкуренты зачастую рассматриваются как некая угроза, значит, абсолютно внешняя, да, для компаний. Но ведь любое преимущество конкурентов можно рассматривать как нашу слабость, правильно? Если у конкурента, например, сильная какая-то технологическая платформа, которая позволяет ему эффективно работать, привлекать клиентов через какой-то интернет-ресурс, да, эффективно их обслуживать, да, с помощью интернет-технологий, а у нас ничего этого нет, то, с одной стороны, это сила конкурентов, а с другой стороны, это наша технологическая слабость. Поэтому анализ внешних ограничений зачастую приводит к пониманию, более глубокому пониманию и дополнению наших внутренних ограничений, да. Мы понимаем, что у нас, например, в данном случае есть технологические отставания, и это наши внутренние проблемы, правильно? То есть в этом еще большая польза анализа внешних ограничений. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, что вот при анализе проблем, стратегических проблем, ограничений, главное, первоочередное внимание должно уделяться конкурентам, положению конкурентов, их поведение и так далее. Потому что, собственно, цель стратегии – это выработать, еще раз напомню, да, выработать защищенную конкурентную позицию, позволяющую вам действовать более эффективно, чем конкурент. Иногда такое мнение люди высказывают, что конкурентов мы особо-то и не… Конкуренты нам не сильно мешают, да, мы даже с ними дружим, а мы с ними должны заключать партнерство, да, то есть что такое там агрессивное поведение конкурентов уже как бы вышло из моды, да, уже несовременно. Ну, вы порассуждайте, кто так думает, вот над чем, что как бы вы ни относились к конкурентам, может быть, даже их с ними дружите, может, даже дружите с семьями. Я знаю ситуацию, когда собственники компании, напрямую конкурирующие между собой, дружат с семьями, вот, это как бы дружба дружбы, да, а бизнес есть бизнес, в этом ничего личного. Ну, то есть если мы даже дружим, каждый старается свою компанию сделать более сильной, более успешной. То есть конкурировать не значит убивать конкурента или причинять ему какие-то физические или моральные страдания. Конкурировать, это значит усиливать свою компанию, делать ее более сильной, более успешной, более эффективной. Вот в чем смысл конкуренции. При этом мы можем дружить прекрасно. И конкуренция это не наше желание, это сущность той жизни, в которой мы находимся. И она вытекает из того, что ресурсы в принципе ограничены. Ограничены ресурсы рынка, число клиентов, ограничен сбыт, в принципе ограничен. Ограничено количество талантливых специалистов, которых можно привлечь, и поэтому конкуренты друг у друга их стараются переманить. Ограничена возможность привлечения финансовых ресурсов для развития компаний. И за все это нужно бороться. Бороться таким образом не путем убедения конкурентов, а путем совершенствования своих сильных сторон, и делая более привлекательный свой бизнес. Более дееспособным и сильным. Вот в чем конкуренция. Вот кролики тут ничего нарисовано. Дело в том, что кролики, когда они имеют неограниченные возможности для питания, и отсутствие хищников, они размножаются по экспоненте. Ну просто каждая пара кроликов, каждые полгода приносят 10 крольчат, а те в свою очередь 10, 10 и 10. Вот. И экспонентально размножаются. До каких пор они так могут размножаться? До тех пор, пока, значит, еда не кончится, да? Или хищники не обратят мне внимание. То же самое дело с бизнесом, который, в принципе, развивается в условиях хроничных ресурсов. И на него претендуют другие бизнесы. Поэтому конкурентов игнорировать ни в коем случае нельзя. Если вы их игнорируете, значит, вы что-то теряете. А вот в большинстве стратегий, которые случается видеть, там конкурентов вообще отсутствуют. Там люди обращены на свои внутренние проблемы, на свои процессы, на там улучшение процессов, на какие-то, значит, технологические нововведения и прочее. Как будто вокруг ничего не существует. Прежде всего, обращайте внимание на то, что вокруг, на то, что делают те компании, которые, по сути, на тех же пастбищах, что и вы, едят ту же самую траву. Именно они ваши проблемы. И те, кто успешно сумел отстроиться от конкурентов, они получают положение монополиста. В кавычки можно поставить это слово, но тем не менее. Вот такая вот динамика развития присуща целому ряду российских компаний, которые специально, существует специальное название «Газели». То есть в России есть 2-3% компаний в среднем бизнесе, во всех отраслях абсолютно, и в торговле, и в производстве, и в услугах, которые растут вот такими темпами на протяжении длительного времени. То есть по экспоненте. То есть как кролики размножаются. Как будто у них нет конкурентов. Хотя каждый из них действует на высококонкурентном рынке. А что они такого сделали? А они вот сумели создать вот эту отличительную позицию, защищенную конкурентную позицию. Несмотря на то, что все клиенты, их конкуренты предлагают, вроде бы, то же самое, тем же самым потребителям, эти как будто бы их не замечают. Вот в чем суть стратегии. Примеры таких компаний. Ну, у меня нет, к сожалению, свежей статистики. Это у меня данные немножко отставшие. Вы можете в интернете набрать «Газели бизнеса» и там наткнетесь на материалы. Это журнал «Эксперт» проводил такое исследование. Там много чего написано на эту тему. Очень интересно, кстати. Там исследуются факторы, за счет чего эти «Газели» существуют и так далее. Есть, да, ну, из таких вот известных, которые до кризиса, по крайней мере, были «Газели». Это Ральф Рингер, обувь, обувный рынок, представьте, да, конкурентный. Вот они, динамика на протяжении целого ряда лет, она экспоненциальная. Это «Глория Джинс», одежда, тоже высочайшая конкуренция, да, аналогичная динамика. Ну и так далее. Среди моих клиентов есть компании, которые также развивают на протяжении уже, семи-восьми лет. Ясно, что эта тенденция не может бесконечно продолжаться, и постепенно компания переходит в более пологую динамику развития. Но она уже другое качество приобретает. Она уже не малый бизнес, и даже не средний, зачастую, а уже переходит в круг. Вот, и там возникают другие ограничения. Поэтому, вот, это сверхзадача, сверхзадача любой стратегии, это превратить вашу компанию в монополиста на целевом рынке. Для этого надо четко сфокусироваться и на целевом рынке, четко определить вашу конкурентную, вашу позицию, и постараться выстроить отношения с клиентами и все организационные системы компании таким образом, чтобы они били в одну точку на создание вот этого конкурентного преимущества. Вот в этом суть стратегии. То есть, примеры есть. Это вот говорить о том, что мы разговариваем о жизни на Марсе, да, о чем-то несбиточном. Так живут и работают достаточно значимое количество компаний. К сожалению, их мало, единицы, но не единицы, их там сотни. Но для рынка это 2-3%. Кстати, до кризиса их было больше 5%. Кризис, конечно, многих. Откосил, темпы упали, они перестали быть газелями. Но, тем не менее, сейчас есть такие компании. И они известны. Вот. Значит, следующий шаг. Когда мы тщательно проработали стратегические проблемы, у нас возникло понимание, какие задачи надо решать, какие стратегические вызовы встают перед компанией. Из внешнего мира приходит и наши внутренние недостатки, слабости мешают нам двигаться и успешно развиваться. И следующий шаг. Определить стратегические ориентиры. Что, какой смысл я в это вкладываю? Нужно ответить на два существенных вопроса. Что мы должны предпринять для решения стратегических проблем? Тех самых, которые мы сформулировали ранее. И второе. Каких результатов мы сможем при этом добиться? Вот обратите внимание, здесь два вопроса. Первый касается стратегии, а второй целей. И очень логично, что мы их решаем во взаимосвязи. Не придумываем сначала какие-то цели, а потом пыжимся, как мы их достигнем. Мы говорим о том, что вот есть такие проблемы, теперь нам нужно выработать решения, которые позволят нам от них избавиться. И мы должны оценить, понять на первом, на начальном этапе экспертно, а что, какие показатели бизнеса, какие стороны бизнеса улучшится при этом и на сколько. То есть, какие амбициозные цели мы можем поставить, значит, если в связи с этими решениями. Ну, то есть, вот вопрос яйца и курицы, он здесь тесно связан. Ну, это вопрос, это вообще этап самый, наверное, как сказать, трудно формализуемый, я бы так сказал. Вот. Потому что, как анализировать проблемы, я вам могу все рассказать дисконально. Мне это понятно полностью. Ну, и понятно, это аналитическая работа. Вот. А как выработать решения вот этих проблем? Вопрос во многом творческий, и он всегда сугубо индивидуальный. Здесь нельзя дать какие-то шаблоны и сказать, что вот, ну, у меня приведены примеры стратегических решений, но это не более чем примеры. И вовсе не для того, чтобы их копировали. Нет ничего глупее, чем копировать чью-то стратегию. Стратегия всегда индивидуальна и актуальна только здесь и сейчас, и только для этих условий. Вот. Но, тем не менее, вот, мой опыт говорит, ну, позволяет, как бы, дать какие-то некоторые ключевые направления. Вот, кто-то спрашивал, какие там стратегические решения могут быть, да, вот, как раз об этом, да, ну, во-первых, большинство компаний очень сильно перегружены всякими направлениями, да, обвешаны разными направлениями бизнеса, которые эффекта не приносят. ну, в терминах вот эти, если вам знакомо, там, дойные коровы, собаки, звезды, там, трудные дети, да, то есть у них какая-нибудь одна дойная корова и множество трудных детей, которых надо прокормить, вот, и все кушать просят. Так вот, для такой ситуации и в целом для бизнеса это потеря прибыльности, потеря темпов развития, распиления ресурсов, это серьезная проблема. Вот, и такой компании, ну, стоит задача избавиться, избавиться от неприбыльных, неперспективных направлений. Это трудное решение, которое нелегко дается, но оно зачастую позволяет, ну, как сказать, получить новое качество и новый импульс к развитию. Ну, вот, например, Стив Джобс, когда его попросили вернуться в Apple, да, находясь в эти тяжелом состоянии, обнаружил, что компания там выпускает больше десяти моделей персональных компьютеров на тот момент, которых вообще трудно понять, как они позиционированы, и как выбрать клиенту из этих десяти моделей то, что ему нужно. Ну, то есть, избыточный ассортимент не структурированный, не продуманный. Он просто ликвидировал все модели и оставил только один персональный, одну модель персонального компьютера. Это позволило сразу упростить и логистику, и взаимоотношения с дистрибуторами, и производство, и так далее. и резко перевело компанию в качественное новое состояние. А дальше там начались уже процессы поиска решений. Ну, первое, как бы, оздоровительное, сануционное мероприятие было такое. Предложить программные продукты для использования экстратегическому планированию компании. Должен вас разочаровать, программные продукты здесь не помогут. Я сам, кстати, значительную часть своей профессиональной деятельности посвятил разработке аналитических программных продуктов, в том числе для бизнес-планирования, стратегического планирования. Ну, это все полезные игрушки и полезные для обучения вещи. Вот. Но здесь ничего, как сказать, здесь помощь только в обработке информации, может быть, в обработке способа представления информации. Ну, для этого обычный эксель самый лучший инструмент. А часто вот руководители говорят, нам все надо просчитать, пока мы не просчитали, мы не можем там принять стратегические решения. Вот сложность стратегических решений в том, что они не просчитываются, как правило. Вот. Да, можно строить модели, я там дальше вам поговорим о финансовой модели. Вот. Но не зря у McKinsey существует поговорка. McKinsey это известная компания, которая специализируется в консалтинге компании на стратегическом управлении. На вершине нет формул. Ну, то есть настоящие стратегические решения, они формулы не просчитывают. Вот. Что вы скажете о роли тест, свод, анализа? А я сейчас поговорю, да, и про тест, и про свод. Дойдем. Вот. Ну, то есть, вот одно из очевидных, ну, как очевидных, наиболее, так, лежащих на поверхности решений, стратегических решений, это избавиться от всего, от балласта. И это зачастую для многих компаний актуальная тема. но, естественно, оно очень трудное, потому что вы этих трудных детей там создавали, выращивали, ночи не спали, денег много потратили, и как с этим расстаться? Вот, любое стратегическое решение, оно очень трудное, это и особенность стратегических решений. То есть, как правило, оно вынуждает от чего-то отказаться, а это больно, это тяжело, страшно. Да, поэтому здесь вот такой нарисован рыцарь, превыневший на распуть. Другая типичная ситуация для многих компаний это отсутствие позиционирования, внятного позиционирования на рынке. Большинство, подавляющее большинство российских компаний не имеет никакого позиционирования. То есть, смотришь на отрасль, иногда там вообще нет ни одной яркой компании. Они все делают одно и то же, производят одно и то же, продают одно и то же, и их невозможно отличить, они как близнецы и братья. И поэтому им остается только унылая ценовая конкуренция. Создайте ясное, яркое позиционирование или хотя бы какое-то позиционирование. И вы станете звездой на этом унылом рынке. Что такое создать позиционирование, мы дальше поговорим. Но оно, это решение тоже связано с отказом. То есть, вы должны перестать тогда считать клиентами каждого, кто у вас что-то покупает хоть за три копейки. А вы должны определить своего целевого клиента, именно на него настроить все ваши организационные принципы, всю вашу машину бизнеса нацелить именно на обслуживание этого целевого сегмента. Вот это и есть позиционирование. А это влечет за собой отказ от всех остальных. Перестать тратить ресурсы, распорять ресурсы опять же на работу на нецелевых рынках. И опять отказ. Это опять больно и страшно. А вдруг мы ошиблись. И такие вопросы всегда есть. Ничего посчитать от ничего нельзя. Это нужно понимать ситуацию, чувствовать ее, использовать свой опыт. Следующее решение, которое для многих компаний может быть перспективным и выигрышным, это превзойти конкурентов в качестве сервиса. Проблема сервиса состоит во всех отраслях. Поэтому тот, кто умеет создать качественный сервис, он может стать лидером и звездой на своей рамке. И примеры некоторых компаний это подтверждают. Они становятся сконцентрировавшись на создании хорошего, качественного, привлекающего клиентов в сервис, они становятся прибыльными, становятся привлекательными, становятся газинами. О записи вебинара я скажу в конце. У многих компаний не структурирован ассортимент, он сложился стихийно, как у Apple говорил. То есть добавление малого к малому. И четкое понимание того, какой ассортимент нужен, а это связано в том числе и с пониманием целевого рынка, без этого трудно что-то говорить об ассортименте. Оптимизация этого ассортимента, введение каких-то новых позиций, которые позволяют вам создать привлекательное предложение для клиента, отличающие вас от конкурентов. Это один из верных путей правильное позиционирование и правильное занятие более сильной конкурентной позиции. Логистика у многих компаний тяжелая, неповоротливая, затратная и перестройка системы логистики тоже может быть одним из важных стратегических решений. Маркетинг во многих компаниях либо отсутствует, либо находится в зачаточном состоянии. очень редкие компании, которые эффективно работают с маркетингом. А это что значит? Это значит, что продажи не имеют должного фокусирования на клиентах или должного привлечения. То есть, грубо говоря, при хорошем маркетинге у вас должна стоять очередь к продавцам. и тогда отдел продаж превращается в отдел отгруза. А если маркетинг слабый, то, соответственно, возникает высокие требования к искусству продавцов. То есть, они должны стать виртуозами в работе с клиентами. Поэтому создание сильной системы маркетинга позволяет очень повысить привлекательность компании, ее результативность и эффективность. любое из этих направлений, это серьезные, фундаментальные, зачастую изменения в бизнесе. И это признак того, связанный с трудными решениями, с отказом от чего-то, с перераспределением приоритетов. Вот это признак серьезных стратегических решений. Если ваша стратегия не требует таких решений, скорее всего, там нет стратегического. Стратегию часто путают с какими-то тактическими мероприятиями, которые нужно что-то поправить, что-то улучшить, усугубить и так далее. Ну, это не стратегия. Ну, вот про стратегический анализ спрашивали. Вот, как раз на этом этапе полезно использовать, да, разные методы стратегического анализа. Я, естественно, не буду их сейчас рассказывать. Это много толстых книг на эту тему написано. Значит, есть там методы внешнего анализа, там методы модели портера, анализ конкурентных сил, есть ВФП-ст-анализ, связанных с политикой, экономикой, социальной сферой и технологиями, да, их состоянием и влиянием на ваш бизнес. Есть анализ конкурентов во всевозможных разрезах, анализ ключевых факторов, выделение ключевых факторов их анализ и оценка того, как они влияют на ваш бизнес. Ну, и возможности и угрозы, которые действуют на вашу компанию. Ну, и внутренний анализ, там, еще на все экономические, цепочка ценностей, анализ жизненного цикла, анализ жизненного цикла, как самой компании, так и продукции. Ну, и в конце концов, как апофеоз всего этого, свод-анализ, который соединяет сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, некое общее видение, из которого можно увидеть, вывести перспективную стратегию. как вы оцениваете теорию ограничений Голдрата? Имеет ли смысл потратить время на изучение? Да, имеет смысл. Теория ограничений Голдрата очень полезный механизм для анализа слабых звеньев, вот этих самых ограничений, проблем и выработки решений. Я вот вам приводил схему проблемной области, это на самом деле она близка к одной из методик Голдрата, связанной как раз с поиском слабых мест. Изучайте, пользуйтесь. Ну и собственно вот единственное, что по поводу анализа я хочу сказать. Все этим занимаются в меру своего понимания и умения, но мало кто из этого извлекает пользы. Чаще всего это профанация анализа и никакой полезной информации, то есть описание стратегии перегружено таблицами, графиками, какими-то анализами, таблицами, матрицами всевозможными, но когда все это прочитаешь, непонятно где мораль-то, что из этого должно последовать, то есть стратегия из этого никакой не вытекает. Я сам когда-то, когда впервые узнал про стратегический менеджмент, это уже давно достаточно было, прочитал книжку Толстую Томпсона из Триклинда, проконспекировал с карандашом в руках, изучил ее досконально и по этой книжке разработал первый раз стратегию своей компании, тогда это был IT-бизнес. Я все это делал как-то хороший ученик, получился очень такой интересный труд, толстый, красивый, и тем экспертам, которым я показывал, знатокам всего этого дела, он говорит, ну как классно, это кейс такой, который надо опубликовать, книжка издать. Но у меня самому не было ощущения, что я добился успеха, потому что стратегии в них никакой не было в этой книжке. Да, были всякие анализы, были всякие размышления по поводу того, куда развиваться, было много направлений развития, но не было основополагающей идеи, а в чем стратегия-то, что на самом деле нужно делать. Когда у вас в стратегии много направлений, то, скорее всего, там нет стратегии. Поэтому анализ, он не дает сам по себе ответа на вопрос, как усилить конкурентные преимущества. Вот, например, на предмет свод-анализа есть такой забавный кейс из одной хорошей книжки, я его приведу. Ну, вот история про Давида и Голиаф, знаете, да, из Библии. Когда филистимляне напали на Израиль, то вот решающим сражением, перед началом решающего сражения вышел гигант, великан Голиаф и вызвал на бой кто хочет с ним сразиться. Ну, и всем было страшно с таким героем сражаться, заведомо проигрышной ситуацией. И нашелся только один смельчак, Давид, пастух, которого даже не взяли на войну в силу его неготовности к боевым действиям, необученности и слабости. Вот, и сказал, я хочу сразиться. А царь Саул очень сильно отговаривал вот этого дела. Ну, не было, не видел никаких шансов победить у этого парнишки. Ну, и вот можно себе представить, какой свод-анализ сделал царь Саул. Сильные слабые стороны, угрозы и возможности. Что он мог рассуждать? Что очевидной угрозой в данном случае является Голиаф, могучий, опытный, смелый воин. Слабой стороной, нашей слабой стороной является то, что Давид не слишком сильный, юный, не опытный. Вот, нам непонятно, что с этим делать, да? Ну, сильной стороной можно считать, что он очень смелый. Это сильная сторона. Ну, а что касается возможностей, то никаких возможностей для победы Давида над Голиафом не просматривается, кроме его смелости. Вот. Ну, и что? Естественно, царь Саул, чтобы не опозориться, перед всем миром, не хотел, чтобы Давид вышел на этот бой. Вот такой анализ, да? Ну, был ли этот анализ исчерпывающим и полным? Во-первых, он не учитывал того, что Давид искусно владеет пращой. Это такая штучка для метания камней, да? Ремешок, который вкладывается в камень и раскручивается, потом пускает один конец и камень летит. Правда, точность попадания такого снаряда очень низкая. Вероятность попасть в лоб Голиафу из такого орудия, она крайне незначительна. Вот. Но был еще один фактор, который усиливал позиции Давида. Это то, что он был избранным. У него был сильный покровитель, который Бог избрал его в качестве своего орудия на земле. Но Саул об этом ничего не знал. И, соответственно, его анализ был неполным. Ну, вот, собственно, мораль какая этой истории, что проводить анализ поверхностный, ну, как сказать, здесь он чреват большим, скорее, вредом, который может принести. То есть, если вы беретесь за анализ, то делайте его основательно, добросовестно и стараясь учесть, привлечь всю доступную информацию, полноценно ее произучить. Вот. А что касается тех идей, которые вытекают из этого анализа, то откуда они берутся, это вам никто не скажет. Ни в одной книжке по стратегии это не написано. Очень много в толстых книгах написано вот эти всевозможные виды анализа, много рассуждений на тему стратегии, много кейсов и примеров. А как, конкретно, откуда она берется, вот, когда она уже реализована какой-то компанией, там много найдется толкователей, что хорошего в этой стратегии, что плохого и так далее. А вот до того, как она появилась, и как она появилась, никто вам не скажет. Это, дело в том, что это креативный творческий процесс и связанный именно с текущей ситуацией. Вот кто-то там написал, что, да, кто-то удачно скопировал чью-то стратегию. Если хорошо разобраться, то все равно эта, как сказать, аналогия была привязана к месту и времени ситуации. Нельзя скопировать ничего. можно использовать чьи-то идеи для того, чтобы развить их для себя, для своей ситуации. В этом смысле изучение чужих стратегий очень полезно. Действительно, да, вы находите какой-то пример, вы обсуждаете, вы рассматриваете его примененность вашей ситуации и находите какие-то новые ходы, новые взгляды, новые проекции, которые позволяют вам, вот оказывается решение, вот как надо действовать. И в этом смысле для поиска идей очень полезно, да, изучать опыт развития компаний, как отечественных, так и зарубежных. Изучать опыт развития в других отраслях, которые можно перенести. Полезно читать книги и там по менеджменту, и биографии выдающихся предпринимателей. Это все обогащает идеями. Читая хорошую книгу, вы дискутируете, вы примеряете к себе те или иные идеи, да, и тем самым у вас рождаются какие-то новые идеи собственные. Ну и, конечно, полезно осваивать методы творчества мышления. Дебона книги очень ценные в этом плане и методы триста. Ну и, конечно, не бояться, как говорил Стив Джобс, хорошие художники копируют, великие художники крадают, принимать чужие идеи. Но это не значит, что их применять механически, переосмысливать и использовать то, что может вам пригодиться в этом смысле. Ну, что в результате этого этапа создания стратегических ориентиров? Две вещи должны появиться. Должны быть четко сформулированные стратегические решения, не размытые, не аморфные, а конкретные. Мы должны сделать то-то и то-то для того, чтобы усилить наши конкурентные позиции. Четкие определения. И второе, собственно, каких целей мы намерены достичь, ожидаем от этих решений. Ну, здесь могут появиться такие полезные вещи, как какие-то целевые показатели, в том числе и количественные. Ну, вот одна компания говорит, что мы хотим целью нашей стратегии будет приобретение миллиона клиентов. У нас будет миллион клиентов. Мы добьемся рентабельности 20%. Мы идем в тройку лидеров рынка. Или мы создадим сеть дистрибуции во всех регионах. Ну, то есть, вот такие цели, они связаны с определенными действиями стратегическими. Они как раз на этом этапе должны появиться. Тем самым мы задаем стратегические ориентиры. То есть, принципиальные решения мы выработали. Теперь проработка этих решений осуществляется в двух направлениях последовательно. Сначала мы прорабатываем целевое позиционирование, то есть, как должна позиционироваться компания на рынке. А второе, какие организационные принципы мы должны реализовать, чтобы эти решения заработали. Вот эти две вещи являются предметом следующего рассмотрения. Что касается целевого позиционирования. Об этом мы много говорили уже в разных наших вебинарах. Я здесь коротко подчеркну. позиционирование это ответ на три главных вопроса. Кто наши целевые клиенты, как можно точнее описать свою целевую аудиторию. Чем точнее вы их определите, тем более четко ваша компания сфокусируется на этой целевой группе. Что вы скажете о роли технологии инструментов бизнес интеллидженс и бигдата в стратегическом анализе. Это хорошие инструменты, полезные для проведения анализа, безусловно. очень важно анализировать при разработке стратегии ретроспективную информацию до деятельности вашей компании, доступную для вас информацию о рынке, в том числе с использованием этих инструментов data mining, если у вас есть такие. Business Intelligence это способ анализа и визуализации различных данных. если вы умеете ими пользоваться и имеете доступ к информационной базе блокчей анализирования, то конечно от этого только польза. Я говорил о том, что из этого анализа стратегии не появляются. Появляются мысли на тему в каком направлении искать стратегию. Это хорошо, потому что без анализа в том числе и количественного остается руководств только экспертными оценками. Естественно, подкрепить себя аналитическими исследованиями конечно всегда полезно. Поэтому я не отвергаю всех этих метод анализа, говорю только о том, что им нужно пользоваться серьезно, умело, очень мало кто умеет. я видел многие свод анализы всевозможные. Только в единичных случаях это действительно полноценный правильный свод анализ. А в большинстве случаев это профанация поиска еще. То есть такой анализ не дает никаких полезных выводов. Это просто банальные чаще всего какие-то результаты. Так вот вернемся к позиционированию. Четкое определение целевого сегмента с точностью до портрета желательно. Это определение того, в чем ценность состоит для этого целевого рынка наших продуктов и услуг. В чем ценность? Не с точки зрения того, что мы предлагаем как производители, а с глазами клиента, что он находит в этом, почему ему это нужно, какие его нужны, потребности мы удовлетворяем. Вот с этой точки зрения надо сформулировать ценности. И наконец важное, что мы можем предложить такого, что не смогут предложить клиенты. Или такую комбинацию скомбинировать таким образом наше предложение, которого не могут дать наши инкульенты. Да, важно подчеркнуть, что это целевое позиционирование, то, которое вы хотите создать. Не ваше текущее, ваше текущее может быть каким-то другим, чаще всего, а целевое позиционирование. И вот здесь вы как раз формулируете очень важную вещь, если вы смогли это четко определить, целевой сегмент, что вы для него делаете и в чем будут отличия от конкурентов, из этого будет вытекать очень важные выводы стратегические, а что мы должны построить в организационном плане, какие изменения в бизнесе произвести, чтобы эти ключевые отличия были реальностью, чтобы реально компания заняла новую конкурентную позицию. Хорошее позиционирование содержит в себе мощный ресурс стратегии. Например, компания, продающая автозапчасти для станции технического обслуживания сформулировала вот такое ключевое предложение для клиента, которое выделяет ее на конкурентном рынке. Доставка заказов в течение одного часа, помощь в подборе деталей. То есть автозапчасти часто очень трудно подобрать под конкретную модель, под конкретный автомобиль, и там всегда существуют какие-то альтернативы, поэтому компания дает возможность не просто доставить деталь, а может предоставить две-три альтернативных детали на выбор, привезти на СТО, чтобы на месте посмотреть и определить, что именно подходит. Это очень важно для вещества, возможно для станции технического обслуживания. Возможность возврата деталей в течение трех месяцев без объяснения причин, просто она оказалась невостребованной. Расширенная гарантия на автозапчасти более широкая, чем у поставщиков. И еще дополнительно запись автовладельцев на обслуживание. То есть магазин работает в том числе и на розничных покупателей, и когда кто-то приходит в этот магазин, ему предлагают записаться, что купил какую-то запчасть, а вот вы можете ее установить на СТО, где такие-то условия, и вам еще скидочка будет. Такое предложение не может сделать ни один конкурент. То есть это очень конкурентное, сильное предложение, которое позволяет отстроиться от всех и создать уникальное преимущество. за таким предложением стоит серьезная организация логистики и целый комплекс организационных решений, который позволяет его реализовать. То есть это не просто хотение, это понимание того, что нужно сделать для его реализации. Ну и дальше организационная концепция. Организационная концепция собственно должна давать принципиальный подход к реализации тех стратегических решений и того позиционирования, которые мы разработали. Ну то есть оно может содержать такие положения, если у компании несколько направлений бизнеса, то какие именно направления бизнеса мы развиваем и какая между ними синергия. Какие процессы являются наиболее значимы для компании, как они должны быть организованы. Ну вот если это логистика ключевой процесс, то как в принципе мы организуем логистику, чтобы доставлять за один час детали. Какой должна быть целевая организационная структура на принципиальном уровне. На каких принципах должно строиться управление компанией, какие подходы, концепции здесь являются ключевыми. Ну то есть вот несколько наиболее важных таких предположений. Организационные решения, они в принципе являются ну как сказать механизмом реализации стратегии. Потому что в конце концов какую бы стратегию вы ни придумали, ни выработали, она должна реализовываться в каких-то организационных формах. И если вы до этого не дошли, то скорее всего стратегия не будет реализована, она останется по желанию. Ну вот например исторический такой вспомним аналогию. Александр Македонский 300 лет до нашей эры примерно у него был замысел покорить весь мир. Не больше не меньше. Но какие ресурсы для этого нужны, какая армия Македония не располагала государство, которым он правил, не располагала такими ресурсами для завоевания мира. И ему пришлось придумать организационное решение, которое позволяло бы эту задачу успешно решать. Дело в том, что создать армию профессиональных воинов, способных побеждать во всех сражениях, это очень дорогостоящие и долгое дело. То есть воспитать, вырастить бойца, способного владеть оружием на поле боя и успешно сражаться с превосходящими силами противника это очень непростое дело и затратное во всех смыслах и в денежном и во времени. Что он сделал? Он собрал крестьян, обычных крестьян, дал им длинные копии сарисы, шестиметровые копии, и научил их ходить строем, плотным строем, который назывался фаланга. Они идут плечом к плечу, прикрывшись щитами, выставив свои длинные шестиметровые копии, сплошной лес копий. И против такой стены никакой противник не мог устоять. При этом сами от самих этих воинов большой выручки не требовалось научиться ходить строем и выполнять команды своих начальников. Даже большой храбрости не требовалось, потому что бежать из этого строя тоже было невозможно. Там настолько плотно он был, они стояли плечом к плечу, что очень нетрудно было быть храбрым. Просто делаться некуда. Вот такое организационное решение. Поэтому такого типа решения они решают иногда судьбу мира. понимаете, вот что-то похожее нужно создать для вашей компании. Пример приведу агентство цифрового маркетинга, то есть компания, которая занимается интернет-маркетингом. Ее исходное состояние не устраивает руководителя, владельца компании, потому что с одной стороны работа с клиентами идет успешно, клиенты привлекаются, с ними работают, но она настолько затратна и настолько неэффективна, что собственно компания получает мало прибыли от всего этого. Ясно, что нужно что-то поменять, нужно ее перестроить. И стратегическим решением было сделать разделение центров ответственности с одной стороны за обслуживание клиентов, а с другой стороны за производство услуг. Потому что на текущий момент один и тот же сотрудник занимается и привлечением клиентов, и работой поддержанием взаимоотношений с клиентами и собственно ведением рекламной кампании и оказанием ему тех услуг, которые компания подписалась. Соответственно вот появилось такое решение, что обслуживание взаимодействия с клиентами требует одних компетенций, а собственно производство продукта это другие компетенции. Но ясно, что эти процессы обслуживания клиента, взаимодействия с ним, управление его ожиданиями должно быть связано с процессом производства. То есть надо выстроить соответствующие процессы. Но из этого возникают и задачи, стратегические задачи. Во-первых, нужно выделить центры ответственности за обслуживание клиентов и производство услуг. Нужно создать функцию маркетинга, которая на этот момент отсутствует и должна привлекать клиентов, опять же обеспечить приток клиентов. Нужно внедрить процессный подход, который обеспечивает согласованно взаимодействие всем этим центром ответственности и реформировать организационную структуру. Вот пример того, какие организационные принципы, организационная концепция разрабатывается на этом этапе стратегии. Ну пример еще организационной концепции компании, которая разрабатывает измерительные приборы. Ну то есть стихийно сложился определенный процесс создания этих генерации идей, создания этих технических решений, реализации их, вывод на рынок. ну все это настолько сумбурно и неупорядочено, что опять же большие потери эффективности и потери конкурентоспособности сроков вывода этих, своевременного срока вывода новых продуктов. Соответственно стратегическим решением было определение, что это ключевой процесс компании, определяющий успех ее бизнеса и конкурентоспособность и структурирование этого процесса, четкое выделение этапов, центров ответственности и как стратегическая задача реализация этой концепции на практике, чтобы она реально работала. Это большая серьезная задача. Или организационные решения для дистрибуторской компании, которая привыкла по традиции пассивно продавать, то есть клиент позвонил, ему что-то загружаем, а ситуация конкурентная требует уже активной работы с клиентом, привлечения и активного взаимодействия с ним. И соответственно для этой компании стратегическим процессом является процесс активных продаж, которые надо создать, построить, внедрить. Это еще одна стратегическая задача. И создать инструменты управления этим процессом. В частности, CRM-система. Пожалуйста, стратегическая задача организационного уровня. Вот. Ну то есть здесь вот на организационном этапе не стоит задача разработать организационную структуру, разработать рекламенты процессов. вот это не тот уровень и не та цель. Здесь нужно соблюдать высоту полета. То есть должны быть принципиальные решения. Какую македонскую фалангу мы строим и как она в принципе должна побеждать противника. а все детали учить ходить строем и так далее. Это будет на следующем дальнейшем. Вот. Ну и наконец, когда мы все эти вещи проработали, очень полезно какие-то провести оценки финансовой результативности, эффективности всех этих дел. Ну создать финансовую модель. Ну многие на этом этапе просто формируют бюджет только в разрезе не года, а там 5 лет например, да, такой 5-летний бюджет по годам разбитый. Ну в принципе это тоже не вредно. Но единственное, что в таком ну там бюджет доходов расходов. Вот наши доходы структурированы там по продуктам, по клиентам, по группам клиентов, да, и какие-то прогнозы, как они будут изменяться с каждым годом с учетом того, что мы реализуем те или иные стратегические решения. Ну и соответственно расходы связанные с этим. В принципе это полезная вещь, если она делается осмысленно и за этим стоят какие-то ясные стратегические предположения, не просто веримые или какие-то еще прогнозы. Вот ну просто посмотреть как наши предположения, гипотезы управленческие, связанные с долгосрочными нашими мероприятиями отразятся на финансовых результатах. Ну мы обычно стараемся все-таки разработать более содержательную финансовую модель, которая бы включала не только финансовые показатели, но и показатели деятельности бизнеса, то есть ключевые параметры бизнеса. Ну вот например модель станции технического обслуживания здесь показана. Ну тут не видно ее подробно, но суть не в том, а я просто поясню, что здесь присутствуют такие параметры, как число постов, которые есть у станции, число заездов, число посетителей, автомобилей, которые она обслуживает, средняя стоимость, норма часа, что там еще, ну вот такие вещи, то есть производственные показатели, то есть коммерческие производственные показатели. И дальше они связываются с финансовыми, то есть они превращаются, уже пересчитываются в доходную часть, в расходы, но здесь введены еще и состав персонала для типовой станции, имеющей четыре поста. Ну и соответственно получается расчет прибыли. Ну как бы это вот одна станция. Если у нас сеть станций, то дальше эту модель можно обобщить на работу сети станций. Соответственно появляется новое качество моделирования. Вы можете варьируя вот эти бизнес показатели, бизнес параметры, смотреть как они влияют на финансовый результат. Это дает новое понимание, новое качество вашей стратегических решений. От чего это зависит, от чего зависит прибыль, от каких параметров и как она зависит, а сколько радикально. Иногда это дает очень открывает глаза на какие-то моменты, которые раньше были упущены. То есть финансовая моделирование очень полезная вещь, она в том числе и позволяет уточнить целевые показатели. Ну, например, в результате таких расчетов и анализа мы можем прийти к выводу, что ранее поставленные на предыдущем этапе целевые установки, выручки по прибыли, они не очень-то реалистичны, и их надо подкорректировать. Ну, то есть вот эти вот этапы, о которых мы говорили, они ведь еще и не строго последовательные, вот эти шесть этапов, да, они итеративные. Вы на любом этапе можете вернуться к предыдущему и внести коррективы. Ну, то есть не грех вернуться назад, в том числе к истокам, к определению проблемы, если вы видите, что вы что-то упустили. То есть это процесс такой двунаправленный, скажем так. Мы все время движемся вперед, но всегда готовы вернуться назад, чтобы что-то подкорректировать. Ну и, наконец, завершающий этап этой работы, это итоговые формулировки. Для чего они нужны? В принципе, вот со стратегией мы уже как бы описали, да, вот наше стратегическое намерение, проделав все, о чем мы с вами говорили. Но очень полезно и важно ввести некое резюмирующее, резюме такое, да, во все это дело. То есть в итоге сформулировать, а в чем прорыв нашей стратегии? Вот буквально двумя, тремя, четырьмя тезисами. Что должно измениться? Потому что мы говорим, что стратегии это некие ключевые, значимые, фундаментальные изменения в бизнесе. А что именно? Что должно измениться? Это нужно прежде всего для еще дополнительного осмысления самими руководителями этих ключевых изменений и для донесения этих изменений до сотрудников. Потому что читать объемистый труд по стратегии, он правда не должен быть объемистым, как я говорил, но за ним много стоит всяких документов аналитических. Читать все это вряд ли кто-то сможет, а понимать, что должно меняться в компании и в чем состоит приоритет нашей деятельности каждому сотруднику важно. И поэтому мы рекомендуем всегда вот эту стратегию свести к нескольким лозунговым четким определениям. Например, от широкого охвата рынка к прибыльным клиентам. Это говорит о том, что мы отказываемся от размытого позиционирования и четко фокусируемся на работе с прибыльными клиентами. Это ведь установка для маркетологов и для продавцов и для всех сотрудников. Мы понимаем, в чем теперь состоит приоритет компании. Или от стандартных услуг к индивидуальному обслуживанию клиентов. Тоже ясная установка. Или от функциональной разобщенности к процессно ориентированной организации. От роста оборотов к росту прибыли. От заурядности к мастерству. Ну и так далее. То есть, вот найти такие емкие формулировки, которые выражали главную суть вашей стратегии. Которую можно писать на стене и которые каждый воспримет как руководство к действию. Вот это очень важный момент. Он важен уже скорее для внедрения стратегии, для ее укоренения, для ее осмысления и принятия как руководство к действию. И следующий момент это как раз стратегическое видение, о котором мы говорили. Вы во многих книгах там встретите это понятие стратегическое видение у компании должно быть. Вот здесь как раз уместно написать это стратегическое видение. текст, он может быть сильно большим, но в то же время достаточно содержательным, на одной странице, полторы, в котором фактически перечислено что? Целевое состояние компании. Фактически это описание не сухое там цифра, да, а достаточно развернутое. Хорошо даже если оно будет содержать какие-то эмоциональные элементы, да, какой прекрасной, замечательной станет нашей компании через 5-7 лет, когда мы эту нашу стратегию реализуем. Описание фактически целевого состояния. Это есть стратегическое видение. Это то, с чем нужно ознакомить сотрудников, то, с чем постоянно должно быть в сознании, в представлении руководителей компании. То есть к какому состоянию мы хотим привести наш корабль. Ну вот что оно может содержать, на каких рынках мы будем работать, с какими клиентами, какие продукты и услуги мы будем продавать, какие будут ключевые показатели нашей деятельности основные, какие будут у нас структурные подразделения, какие будут сотрудники, на каких принципах управления мы будем базироваться, какие у нас будут ключевые компетенции к этому времени развитые, в каком будет состоянии ключевых стратегий, важных ресурсов, которые компания использует, какие организационные принципы для нас важны, взаимоотношения в коллективе, корпоративной культуре и так далее. Вот эти вещи все. И оно должно быть ориентировано на как раз такое восприятие людей, чтобы у человека, который читает, сложилась картинка, вот она какая компания, вот она какая прекрасная, замечательная, я хочу, чтобы эта компания наша превратилась в это, перешла в это состояние. То есть она должна вызывать эмоциональные отношения и желание способствовать достижению этой цели. Ну и таким образом у нас появляется стратегические намерения. Остается их оформить в окончательном виде. И здесь важно сделать что? Написать это все коротко на 4-5 страницах. Все, что вы делали может быть на протяжении целого ряда месяцев, написать на 4-5 страницах. Почему? Потому что если в вашем стратегии есть какая-то здравая мысль и действительно важное стратегическое решение, то оно должно укладываться вообще очень короткие формулировки. А если его нет, то много воды и ни о чем. Поэтому длинные документы мало кто читает вообще. В принципе. Ну люди все занятые, а многие вообще читать не любят. Включая там и собственников, и руководителей. Поэтому основные идеи изложите на 4-5 страницах. То есть по проблематике основные выводы, какие стратегические проблемы для нас являются ключевыми, важными, которые мы намерены решить. Какие именно стратегические решения мы принимаем для того, чтобы усилить нашу конкурентоспособность. Какие целевые показатели важнейшие мы намерены достичь. в чем состоит суть целевого позиционирования компании. Очень коротко, несколькими фразами. В чем состоят организационные решения, которые надо реализовать. Какие процессы и как мы собираемся развивать. Синансовые модели только главные показатели, которые должны быть достигнуты. Ну и формулировка главных направлений и описание стратегического все. Четырех страниц как правило достаточно. А в приложении может быть хоть 500 страниц. Там разные анализы, матрицы, таблицы, графики, все что угодно. Кому интересно могут все это изучить, студировать и так далее. А суть стратегии она должна помещаться в очень коротком документе. Удас и короче написать еще лучше. Но при этом должен быть ответ все-таки на главный вопрос. Как мы усилием конкурентную позицию компании? От этого никуда не улица. Ну и когда к этому рубежу подошли, остается определить, а вообще стратегия она у нас удачная и неудачная. Есть способ верифицировать правильная ли стратегия. И обязательно нужно это сделать. На какие вопросы нужно ответить. Решает ли стратегия сформулированные проблемы? Те, что мы определили на первоначальном этапе. Вот разработав стратегию, задайте себе этот вопрос. Действительно она решает эти проблемы? Появилось ли у вас дополнительное понимание того, какой станет ваша компания? Ну то есть есть ли теперь видение будущего состояния компании? Оно сформировалось? Если да, то да, значит стратегия у вас достаточно хороша. обеспечивает ли стратегия переход в новое качество? Какой-то прорыв? Есть прорыв стратегии? Для меня это очень важно всегда. То есть я ознакомлюсь с какой-то стратегией, а в чем какие фундаментальные изменения, что существенное происходит? Если это типа улучшить все понемножку, то здесь нет никакой стратегии. Должно быть четкое понимание приоритетов и что именно должно измениться и как. Ну и важно, чтобы было именно определено в чем состоит новая конкурентная позиция защищения от конкурентов. Что изменится в конкурентоспособности компании? Эта стратегия должна быть четко определена. Убедоверяет ли стратегии заинтересованные стороны акционеров, менеджеров, ключевых участников, партнеров может быть стратегических. Ну то есть стратегия есть способ согласования интересов. Если какая-то сторона недовольна, не согласна с стратегией, то вряд ли вы сможете ее реализовать. Ну и наконец самый главный вопрос. А верим ли мы в реализуемость всего этого дела? Потому что хороша та стратегия, которую верят сами управленцы и тим ее реализовывать. Если они в нее не верят, то она и не будет реализована. А с другой стороны верное и обратное кто-то со стороны может считать, что это авантюрная стратегия, безумная стратегия, недостижимые цели и но если управленческая команда верит в то, что она делает, то она может достигнуть того, что кажется невозможным. Поэтому это очень важный критерий. А верит ли сама команда в реализуемость этой стратегии? Вот так вот. Таким образом мы сформировали стратегическое намерение. А что дальше? А дальше собственно инструмент управления стратегией. То есть как мы будем этим управлять? Потому что пока мы получили только документ на бумаге и некое понимание в головах у людей, что очень важно, конечно, это важнее документы, согласованное видение того, что и как нужно делать у руководящей управленческой команды и какого-то круга сотрудников, которые участвовали в этом. А теперь можно создать инструменты управления стратегией. И здесь полезно использовать методологию сбалансированных системы показателей. Здесь как раз появляется карта стратегии, когда четко определены вот эти стратегические цели в виде такой причинно-следственной системы. Сформулированы четкие измеримые показатели, целевые показатели. Разработан комплекс стратегических проектов под каждую цель и больше того все они взаимосвязаны между собой. Вот здесь появляется механизм реализации, потому что стратегия реализуется только через проекты. Если до этого не доведено, то соответственно она останется пожеланием. То есть комплекс взаимосвязанных стратегических проектов, обеспечивающих достижение всех вот этих стратегических целей. Ну и наконец регламенты процессов стратегического управления, то есть как мы актуализацию стратегии проводим, как мы контролируем ее исполнение, как мы получаем отчетность о результатах выполнения и так далее. То есть эти процессы должны быть прописаны и естественно исполняться. Вот это то, что мы называем этапом создания системы стратегического контроля, то есть четкого скоординированного плана выполнения стратегии и стратегического контролинга, который позволяет отслеживать, а исполняется ли стратегия и в какой степени исполняется. Это вот важный неизменный этап стратегического управления. Мы на этом этапе сейчас не останавливаемся. У нас есть видеокурс, где подробнейшим образом рассказывается о том, как создать вот эту систему стратегического планирования и стратегического контролинга. Это 8-часовой курс лекции плюс консультация автора в скайпе. То есть те практические вопросы, которые у вас будут возникать, вы можете их задать, и я на них отвечаю. Это вы все можете найти на нашем сайте, там в разделе учебные курсы вы это все найдете. И, наконец, то, что касается миссии. Я говорил, что миссию мы сейчас создаем после. Вот когда проработана стратегия, с миссией как-то вопрос легче решается. Люди подготовлены уже к обсуждению миссии. Они многое осмыслили, осознали и готовы сформулировать такие вещи, как предназначение компании, как ее главная цель, идеал, цель высшего уровня. Ну и у нас есть четкая методология, как разрабатывать миссию. Потому что в большинстве случаев то, что пишут о миссии, это мутная вода, которой разобраться практически невозможно. У нас есть практическое руководство по разработке миссии. Вот такой чемоданчик миссионера называется. Там запись вебинара, презентация в формате PDF, книжка, практическое руководство по созданию миссии. И таблица миссии, содержащая 120 компаний отечественных и зарубежных, их миссий. И рейтинговая оценка. У нас есть четкая система оценки миссии. Не просто нравится, не нравится. Это четыре четких критерия, по которым можно оценить миссию любой компании. Ну, то есть, это уникальные продукты. Ничего подобного никто еще пока не сделал в части разработки и оценки миссии. Соответственно, вот для разработки миссии можно всем этим богатством воспользоваться. Это тоже у нас есть на сайте, вы найдете. И, наконец, ценности. Та составляющая, которую я поставил во главе, да, над всеми другими компонентами. Ну, потому что все остальное создается на основе именно ценностей, да. Почему мы их в последнюю очередь формулируем? Ну, потому что они уже у вас в любом случае есть, и вы принимаете или на решение, вы чем-то руководствуетесь. Но на каком-то этапе развития компании возникает необходимость все-таки их в явном виде сформулировать. И вот тогда хорошо бы эти, ну, для того, чтобы направлять их развитие, да, потому что ценности, они как-то сформировались под влиянием лидеров чаще всего. Но ведь нам хочется, чтобы они развивались еще в правильном направлении. И таким образом эти ценности нужно, ну, обсудить, сформулировать и сделать явными, да. То есть наша компания руководствует такими-то ценностями. Ну, как это лучше всего сделать? Опять же, в управленческой команде с привлечением сотрудников и расширением круга участников обсудить, какой мы видим будущее. Хорошо о ценности говорить с точки зрения желаемого состояния той организации, в которой вы находитесь, ее будущее. Когда вы это обсуждаете, то неизбежно в этом проявляется отношение к ценностям. Вот. И обсудив и зафиксировав эти представления, вы дальше можете уже составить список ценностей. А что там важно? Что является ключевым в этом вытекающий из этого портрета вашей организации? Ну, и собственно, вот из этого нужно выбрать какие-то основные важные наиболее положения, сформулировать систему ценностей и дальше стараться ее развивать, укреплять. А как ее развивать, укреплять? Путем лидерского управления, ну, то есть разъяснение сотрудникам, помощь сотрудникам правильной ориентации, ценностной ориентации и так далее. Это называется у нас проповедование. Вот. И все это надо внедрять. То есть, как только стратегия у вас появилась, важно, чтобы она начала работать здесь и сейчас. Для этого нужно, вот, на мой взгляд, не на мой взгляд, а вообще-то практика такая, чтобы стратегия из головы руководителей, да, из таких официальных документов переместилась в живую жизнь, нужно первым делом обучить руководителей всех уровней. Чему их надо обучить? Обучить стиль руководства, фокусирующему их сотрудников на стратегии, миссии, ценностях компании. Это что значит? Когда они обсуждают какие-то производственные задачи, там, сменные производственные задания, как его выполнить, или брак в цехе, или построение взаимоотношений с клиентами и какие-то ситуации в обслуживании клиентов, они должны всегда находить, как сказать, возможность и уместную, как бы, ситуацию указать сотруднику на стратегию, на миссию компании, на ее ценности. То есть сказать, это мы делаем, потому что это соответствует нашей миссии. Это необходимо для достижения наших стратегических целей. А это мы не делаем, потому что это противоречит нашим ценностям. Вот любой руководитель, любого уровня, должен овладеть этим методом фокусирования людей на вот этих стратегических вещах. И тогда стратегия прорастает вглубь. Люди понимают, что это не просто бумажка на стене, да, или бумажка в столе. Это работающий механизм. И он работает именно так, никак по-другому. Путем проповедования фактически. Это проповедование. Вот. Ну и, соответственно, надо разъяснять стратегию, объяснять, почему она такая. И это не может быть только первое лицо компании. Нужно, чтобы у него были, он пророк, да, у него должны быть апостолы, проповедники, миссионеры, которые работают во всех подразделениях компании. Только тогда это будет прорастать. Ну, то есть, есть ключевое звено средний и нижний уровень в первую очередь. И тогда стратегия дойдет до каждого сотрудника. Вот это все нужно делать. Вот. Ну и таким образом, если вы движетесь этим курсом, у вас появляются все составные компоненты управления стратегией. Ценности, миссии, четко сформулированные стратегические намерения, которые содержат ясное понимание того, как вы усиливаете конкурентные преимущества в определенном вами стратегическом горизонте. И есть четкий стратегический план, который состоит из проектов, скомпонованных между собой в единый сбалансированный план. И система контролинга, обеспечивающая отслеживание в регулярном постоянном режиме, как исполняется наша стратегия, как вы движетесь к стратегическим целям. Ну, в качестве поддержки я могу посоветовать целый ряд книг, которые помогают развивать стратегическое видение. Здесь и Генри Минсберг, и Голдрад, которого здесь уже упоминали, Питер Сенге, Аков, Адизис, Генри Ниф вместе с Гемингом и так далее, Майкл Портер, Джек Траут. Ну, то есть, это вот золотой фонд финтэссенции стратегической мысли. Вот это все надо, конечно, по возможности читать. Здесь вот еще и вторая страничка. Вот опыт лучших компаний. Руководители, управленцы не могут не учиться, они обязаны учиться. Тот, кто не учится, он деградирует неизбежно, он перестает быть вообще адекватным в своей должности. Это профессия, которая требует постоянно учиться. и в книгах, и в опыте, и путем осмысления своего опыта. Вот, поэтому читайте, учитесь, книжки все доступны, все это можно освоить. Спасибо вам, спасибо, рад, что вы получили пользу. Ради этого мы и трудимся. мы еще больше будем рады, если вы эти наши идеи будете реализовывать. Мы, собственно, стремимся к тому, чтобы реально преодолевался дефицит управления, в том числе и с помощью стратегического управления компаний. Нужна ли стратегия для создающейся компании? она же создается каким-то замыслом не в один день. Поэтому есть какие-то долгосрочные цели, видимо, связанные с ними задачи. Поэтому вам нужна. Часто, если это стартап, то он сопровождается бизнес-планом, вернее, начинается с бизнес-плана, а там как раз все эти вещи, о которых я говорил, должны присутствовать и определение целевого рынка, и организационные вопросы, и финансовая модель. Самый сложный вопрос о том, как странных собственников поженить на необходимости формулированной стратегии компания. Сегодня направо, завтра налево. Ну да, как поженить? Я, вообще-то, не сторонник того, чтобы людей агитировать за хорошую жизнь. Они сама их научат. Мы обычно работаем с теми, кто уже осознал проблемы и хочет их решать. А говорить о том, что вот давайте хорошо управлять, и вам от этого будет счастье. Я уже давно бросил это. Жизнь научит. Она лучший учитель. Ну, в принципе, когда заходят разговоры с людьми, а нужно ли там внедрять скатегическое управление, процессное управление, нужно ли планировать и так далее. Лучше всего исходить из проблем. Для собственников всегда понятна такая вещь, как прибыль, денежный поток. Обычно мы с этого начинаем. А дальше, если они способны осмыслить связь этих переменных с организационной деятельностью, как влияют те или иные организационные проблемы на результат. Вот я вам показывал схему причинно-следственных связей. Она, в принципе, пробуждает мысль. тоже не сразу, но обычно когда вот так покажешь проблематику, то они начинают зреть. И глядишь, там через полгода что-то переключилось. Поэтому, если вы работаете со своими собственниками в таком, попробуйте поработать в таком ключе. То есть, идите от их проблем, но при этом покажите связь с всем остальным, что делается в бизнесе. И тогда увидишь, они постепенно, не сразу, а постепенно дозревают. Роль стратегической карты в вашей системе, да? Ну, роль стратегической карты это наглядное изображение стратегических целей. Вот они на одной странице формата А4 все представлены и логические связи между ними. То есть, фактически это визуальное изображение стратегии. Она играет важную коммуникативную роль. Ну, то есть, мы можем подвести любого сотрудника в этой схеме, вывышенной на стене, и объяснить, вот стратегия нашей компании такая, и вот все причины следственной связи. А ты вот отвечаешь за эту цель, и видишь, как она связана с конечным результатом. Вот. Она коммуникативную роль играет, важно. Как предложить, как реинженерить, да? Как в какой форме заказчик выбор из базовых стратегий? Я пока на человека не посмотрю, мне трудно сказать, как ему лучше донести какую-то мысль. Поэтому я обычно вообще отказываюсь работать вслепую, когда мне говорят о какой-то задаче. Пока я собственникам не поговорю, я ничего не могу сказать. Может, мы вообще не возьмемся за ваши задачи. Надо смотреть, понимаете, по-разному доносится истина. И одни аналитические мысли, другие эмоционально по интуиции и так далее. Ну, то есть здесь не так все трудно в универсальный ответ. Все очень сильно связано с личностью. Кому-то нужно подробно с расчетами, а кому-то нужно принципиально коротко и сжат. Не кажется ли вам, что ценности компании действует только воля собственников только воли и видения собственников? Ценности компании? Да нет. Ценности компании действительно решающим образом, во многом определяющим образом, зависит от лидера. При этом лидер не всегда ассоциируется с собственником. Понимаете, да, разницу между лидером и формальным владельцем компании? Лидер это тот, кто коммуницирует с людьми, да, который взаимодействует с ними так или иначе, и через него до людей доходят какие-то позитивные или негативные ценности путем как коммуникации, так и действий, которые они наблюдают у лидера. И они соответственно подстраивают свои ценности под него. Ну, то есть, как, если они не ценности людей, конечно, они инертная вещь, они не очень меняются, но коллективное поведение естественно от этого зависит. Человек может держать свое мнение при себе, но действовать так, как принято в этом коллективе под давлением лидера. Но в то же время, если явного лидера нет, а есть такой формальный собственник бюрократ, таких тоже много, то ценности формируются стихийным образом под влиянием неформальных лидеров. И они могут быть как позитивными, так и негативными. Или они может быть конгломерат ценностей. В одних подразделениях одни, другие в другом. Ну, то есть, когда это стихийно рождается, когда этими ценностями никто не интересуется и не стремится их как-то направлять, то они формируются как сорняки в огороде. Там есть полезные растения, есть вредные, и все это полный запах. Поэтому что истинно, что ценности формируют лидеры. Но лидеры могут быть формальными, так и неформальными. Поэтому здесь есть неформальные лидеры, на которых очень многие ориентируются локально или в целом по компании. Ну, и задача руководства, конечно, это все-таки направлять в развитие ценностей путем проповедования, путем личного примера. Других способов нет. Как Христос, он проповедовал ценности словами, проповедями, и личным примером. Он зашел на крест. Вот если собственник, основатель компании готов зайти на крест за свои ценности. Вот это будет убеждающим примером для всего коллектива. Как правильно выработать причинно-следственную связь показателей ССП? Ну, вот я вам сделал ссылку. У нас есть, во-первых, вебинар на эту тему, вы можете посмотреть, бесплатный, а есть учебный курс, про который я говорил. Там все это подробнейшим образом разбирается. Вот. В чем разница между бизнес-планом и стратегическим планом для стартапа? Ну, бизнес-план для стартапа обычно и содержит в себе вот те положения стратегии, которые должны быть. Ну, то есть, это не два разных документа, это все в одном. Все это должно быть в бизнес-плане, короче говоря. Да, если правильно. Какая должна быть стратегия у компании, которая является дочерней структурой и обслуживает единственного клиента? Ну, вот она должна быть выстроена в интересах клиента. Значит, надо его, понять его потребности, его требования и выстраивать такую стратегию долгосрочную, которая обеспечивает удовлетворение этого клиента. Хотя при этом возникает другая проблема, что привязка к одному клиенту это большой визг для бизнеса. все основано на технологиях диких западных авторов. Они универсальны. Понимаете, здравый смысл, он универсален вообще. Поэтому я не делаю там различий, западные или западные. если я вижу здравый смысл, то я его беру на вооружение. Если нет, если неинтересно. Почему западные? Ну, они просто раньше всем этим озаботились, пока мы тут барахтались у себя в песочнице. Там очень многое делалось, создавалось. Вот. Ну, они ушли вперед, надо это признать. Поэтому надо учиться, быть приверженными учениками и постараться превзойти своих учителей. Мы вот сейчас развиваем проект «Русский менеджмент». Он, конечно, амбициозный и, я бы даже сказал, наглый. Но мы ставим целью создать систему русского менеджмента, которая будет, если не лучшей, то одной из лучших в мире. Вот. И к этому идем. Есть видение, как это делать. Все, что я излагаю, это в том числе концепции русского менеджмента. И зря вы их, кстати, западными называете. Даже оперируя вот этой понятием сбалансированной системы показателей, мы его очень сильно адаптировали. И я очень, как сказать, критически отношусь к творениям Каплана и Нортона, которые во многих вещах, скажем так, сказать, вредны. Вот. У нас своя концепция. Да, мы берем все лучше западных методов подходов, но мы их адаптируем в том числе японский менеджмент. У них там терминология такая сложная и трудно понятная для нашего уха и понимания. Но то, что я излагаю, оно во многом заимствовано из японского менеджмента. Чтобы быть первым, надо сначала хорошо учиться. Сейчас мы пока больше учимся, но в перспективе мы, я думаю, сами будем учить. Много у вас сейчас учеников? Ну, людей, которые говорят, что они у нас учатся или учились, да, уже немало. Среди них там много, ну, есть уже весьма успешные предприниматели, поэтому нам есть удовлетворение от того, что мы делаем, да, скажем так. Хотя еще очень много успеете сделать. Когда все успеваете? Ну, вопрос успеть, он только вопрос приоритета. Надо концентрироваться на главном и отодвигать что-то второстепенное. Тогда все успеваешь. Любимая книга? Ну, у меня много, ну, есть целый ряд любимых книг. Некоторые из них я вот уже дал в списке. Хорошая книга, она как умный собеседник. Ее читаешь и постоянно обогащаешься даже по нескому разу. Ну, если одну назвать, то Макаренко педагогический поэм очень рекомендую. Это я считаю лучшая книга для управленцев и всех времен и народа. Поэтому читайте Макаренко. И вот эта загадка для меня остается до конца разрешенной. Феномен Макаренко, как он из малолетних преступников делал коллектив выдающийся коллектив. Это вызов для любого управленца. Мы не можем найти людей на рынке путем тщательного отбора. А он ведь не выбирал, кого ему дали, с тем он и работал. Это сила. Попробуйте такой менеджмент в себя. Показания услуг предприятиям судоремонтной отрасли. У нас нет отраслевых предпочтений. Мы работаем с предприятием разных отраслей. Не надо думать, что судоремонтная отрасль чем-то уж так в области управления сильно отличается от какой-нибудь там машиностроения, пищевой промышленности, банка. со всеми этими работами никаких ограничений я не испытываю. Сервисные, финансовые, производственные, торговые. Понимаете, в чем дело? Проблемы у всех одни и те же, и все проблемы в головах, а вовсе не в ремонте судов там и не в каких-то еще делах. Мы ведь не учим никого как ремонтировать суда или как заниматься банковскими операциями. Это люди должны знать, которые этим занимаются. Мы учим управлять. Есть такая профессия управлять. Так вот, управляют все плохо. Профессиональных управленцев очень мало. Даже те, кто закончили MBA, как правило, ничему не научились. Вот и все. О русском менеджменте вы зайдете на наш сайт itim.ru и там прямо вот его нельзя не увидеть. Это русский менеджмент. Может ли являться стратегическая цель при ССП ориентиром для определения целей на год практической планировки? Ну, не может, а должна. Иначе для чего она существует? Именно при определении целей на год мы прежде всего смотрим на стратегические цели и говорим, что в этом году мы должны добиться того-то и того-то. Больше того, ведь стратегические цели в ССП они разбиты по периодам на каждый год. То есть, они уже там стоят. и по идее если стратегия не изменилась и целевые установки не изменились, то просто надо эти цели транслировать надо тут и все. Есть ли смысл в MBA сейчас? Я к MBA отношусь очень критически. Для меня люди окончившие MBA вызывают вопросы обычно. Дело в том, что обучение на кейсах ну, оно не ну, оно не вредно, конечно. Просто вопрос цены и качества времени, затраченного на это и качества он, как сказать, не в пользу MBA. Ну, некоторые идут с целью там обзавестись знакомствами, там, установить связи. Ну, наверное, это тоже цель не вредная. То есть, если еще и такую цель ставить. А с точки зрения получаемых знаний кругозор безусловно расширяется какой-то дополнительный. Если есть время этим заниматься, ну, занимайтесь. А с точки зрения того, что это вам сильно поможет в практической деятельности, на это рассчитывать не стоит. MBA для этого не приспособен. Самый правильный способ обучения это проектный способ. У меня есть вебинар на эту тему. Можете посмотреть, чему и как учить. Ну, даже в среднем времени он так и называется. Вот, посмотрите. Это наш метод, мастер-проект мы еще называем его. Я сам всю жизнь учился и учусь в проектах. Каждый проект это еще один университет или курс или факультет. каждый проект обогащает новым опытом новыми знаниями если вы еще анализируете осмысливаете и фиксируете к определенному времени. Ну, то есть надо научиться учиться в жизни. Вот так вот. Читая книги взаимодействуя с экспертами с людьми у которых есть чем поучиться и накапливая и используя этот ток. Ну, и самый хороший способ действительно продвинуться в чем-то это проект я брался за такие трудные задачи которые были всегда вызовом для меня и я на самом деле не знал как их решать и взявшись за них уже находил решение и доводил результат. И вот это самый правильный способ. И руководителей и сотрудников именно так и надо учить. То есть это не отвлекает людей от работы решаете конкретные практические задачи и в то же время получаете новые знания и новый опыт. если этим правильно заниматься. Ну, посмотрите вебинар там я об этом рассказываю. Ну, самообучение вообще это то, чем надо заниматься постоянно. Тут можно сказать лучше и хуже. Это просто неизбежность для любого управления и вообще для любого специалиста для управленца я считаю тем более. Но именно проектные то есть мы же не только себя должны обучать. Дело в том, что ведь успех компании любые результаты компании это результат командной работы. Все результаты делаются командами. От того, что кто-то умный себя обучил там много книжек читал и так далее это не решает проблемы. Он умный и остальные положим этого всего не знают, не умеют и не читают. И что? Поэтому обучать нужно команды. И в этом состоит сложность задачи и потенциал для результативного решения. А обучать команды именно в проектах надо. То есть команда обученная научившаяся взаимодействовать и решать определенный класс задач. Вот она и представляет ценность для компании. Есть ли у вас семинары по архитектуре предприятия? Ну конечно есть. Вот по бизнес-процессам архитектура бизнес-процесса. Но вообще наши все семинары по архитектуре. Только они разные аспекты. Вообще основополагающий по подходу к построению компании он называется организация как система. Вот можете его посмотреть. Это бесплатный вебинар на сайте у нас есть. Ну и собственно все остальные вебинары они рассматривают разные аспекты. Одни другие материалы там учебные курсы статьи на сайте и прочее. Одни рассматривают это с точки зрения процессного управления. вот там в том семинаре вебинаре о котором я говорю организация как система там дается общая модель а если вы с ней знакомитесь вы поймете к какой части этой модели относится каждый следующий вебинар или цикл статей. То есть с точки зрения стратегии с точки зрения системы контролинга с точки зрения архитектуры бизнес-процессов и так далее. связь между стратегическим менеджментом и менеджментом инноваций под менеджментом инноваций понимают все-таки какое-то развитие там продуктов или технологий которые используются в бизнесе потому что вообще можно дать очень широкое определение инноваций и расширить его до декоризационных изменений или чего угодно. Если в таком расширенном подходе то совпадает со стратегией а если говорить о технологиях и продуктах компании то понятно что это некая область которую принято называть еще не укр. Основную черту понятие русский менеджмент в отличие от западного но это понятие только формируется и мы его еще будем наполнять смыслом но я бы определил что русский менеджмент чем он должен отличаться и чтобы соответствовало нашей специфике отечественной это нацеленность на смысл на большую перспективу на какие-то большие горизонты дело в том что вот если считать например вот ну американский подход ассоциируется с такими вещами как результат деньги я делаю то есть а вы мне платите на этом устроены там системы KPI все отношения то в нашем менталитете этого это не очень хорошо работает и не всегда и не для всех это не универсальный подход то есть все-таки люди хотят смысла но это на всех людей касается и американских кто но мне кажется если говорить об особенностях российских людей то у нас это большая степень востребовано и русский менеджмент он должен задействовать эти потребности и уметь их направлять использовать развивать для развития вот при этом не отрицая лучших подходов японского американского немецкого ну то есть большая нацеленность скажем так на будущее и больше что ли смелость смелости и дерзость постановки целей потому что ну российские люди они любят что это масштабное серьезное что содержит в себе вызов и что дает возможность для творчества и развития ну не зря же наша страна там первая водила космос ну и целый ряд многих других передовых достижений потому что нас это вдохновляет и побуждает выкладываться выкладываться по серьезному когда есть цель серьезно вот ну вот так наверное не очень может структурировано я бы сформулировал но смысл в этом ну а дальше мы с вами вместе должны формировать я не думаю что это наша только наша внутренняя задача мы вовлекаем в это всех и проект наш анонсирован как общий проект управленцев российских управленцев формировать этот русский менеджмент и демонстрировать его лучшие образцы привлекать других к этому поэтому и к вам предложение тоже если вам есть чем поделиться и что рассказать мы готовы вам дать площадку помочь этот опыт донести до других нужно помогать друг другу делиться опытом это очень важно создавать сообщество людей которые похвачены общим делом будут ну ладно коллеги до свидания до новых встреч успехов вам кто так подожди до новых встреч до новых встреч до новых встреч